Продолжение следует... 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 На очную форму обучения к нам поступило 48 человек дополнительно к тому количеству бюджетных мест, которое было выделено, заполнено количество мест. На заочную форму мы в ближайшие дни, если быть точным, то 20 августа зачислим еще 19 человек. Это не считая тех выпускников школ Крыма, которые поступают на договорную форму. А на договорную форму они поступают на общих основаниях, как и все другие абитуриенты, граждане Российской Федерации. Еще к уровню образованности наших студентов, тех, которые уже учатся, как они показывают себя в учебе? Насколько они активны, насколько они начитаны, насколько они ставят цели и, главное, умеют их достигать? Мы, конечно же, анализируем каждые полгода результаты сессии и соотносим с результатами единого государственного экзамена, который позволил абитуриентам поступить. Вы знаете, каких-то глобальных несовпадений между результатами ЕГЭ и степенью успешности по большому счету нет. Очень редко бывают случаи, когда те, кто был успешен при сдаче единого государственного экзамена, учатся неважно. Такие случаи бывают, но они, скорее, имеют отношение не к уровню подготовки, а к каким-то иным причинам, которые, наверное, связаны с выбором, самостоятельным выбором или выбором родителей, траектории обучения, несогласием и протестом, который выражается у нас на некоторых факультетах, когда выбирают родители, а учатся дети. Они на определенном этапе родителям не возражают, но когда наступает время учебы, они голосуют вот таким образом, выражают свое мнение. Но в целом я могу сказать одно, что те, кто успешно сдал ЕГЭ, достаточно успешно учатся у нас в ВУЗе. А, кстати, как в этом году распределились потоки абитуриентов? Куда они пошли? Снова экономисты и юристы заполонили? Ну, могу сказать, что мы принимали на 102 направления подготовки и специальности. Спектр, как вы понимаете, очень и очень большой. Всех всегда интересует, а какой был конкурс. Вот самый высокий конкурс в Кубанском госуниверситете составил 43 заявления на одно место, и он был на такую не очень часто встречающуюся специальность, как экономическая безопасность. Я не могу дать ответ, почему именно на эту специальность такой высокий конкурс. Может быть, звучит она красиво, может быть, потому что она второй год в нашем ВУЗе существует, но не экономика, не юриспруденция, а именно экономическая безопасность. Но нас гораздо больше радует другое, что кроме традиционного тяготения к юридическим, экономическим специальностям, хотя по юридическим, должен сказать, произошел существенный спад. В этом году очень высокий конкурс был, например, на такое направление подготовки, как химия. Ну, представьте, конкурс составлял 26 заявлений на одно место. И это речь идет не о юриспруденции, а о химии. Нас очень порадовало, что на некоторые технические специальности конкурс был достаточно высок. Но у нас есть на физтехе направление подготовки наноэлектроника. Конкурс был порядка 15 заявлений на одно место. На системы связи тоже конкурс был достаточно высок. Здесь для меня, в принципе, все логично. Все, что у нас с приставкой нано, все у нас такое очень перспективное. Ну, я думаю, что это все-таки отражение того, что происходит не то, что крен, а происходит стабилизация некая. И равновесие между гуманитарным профилем вуза, а у нас он всегда был, и техническим. Как-то на физтехе, факультете химии, высоких технологий. Кстати, еще один пример приведу. Географический факультет. Там есть такое направление подготовки, как картография, геоинформатика. Конкурс тоже был более 10 с заявлением на место. Это тоже очень важная тенденция. И она свидетельствует о следующем. Если раньше для абитуриентов и родителей, кстати, главное было поступить, все остальное интересовало гораздо меньше, сегодня мы сталкиваемся уже с другой ситуацией. Они думают, где они дальше будут работать. Они достаточно, скажем так, внимательно изучают спектр предлагаемых направлений подготовки и специальностей. И более того, на днях открытых дверей, при встречах, которые мы проводим на факультетах, они часто задают вопрос. Хорошо, 4-5 лет пройдет, а что дальше? И вот вопрос трудоустройства волнует многих. Это признак, я считаю, оздоровления ситуации и такого, я бы сказал, зрячего выбора. Это очень важно. Я прочитала такую информацию, что в следующем году в ВУЗах станет мест на 20% больше. Это значит, поступить будет проще, конкурс станет меньше? Ну, я думаю, что если говорить об общем количестве мест, на 20% их больше не будет. А вот если говорить, например, о технических специальностях, вне всякого сомнения, они являются стратегически важными для государства в целом. И там количество мест будет увеличиваться. Кстати, и в этом году их было больше, чем предшествующим. Ну и вторая тенденция, тоже очень важная. Мы ведь работаем в условиях, когда высшее образование является двухуровневым. Есть бакалавриат, это первая ступень высшего образования. Я подчеркиваю, высшего, а не среднего профессионального. Срок обучения 4 года. Есть магистратура. Не во всех вузах магистратура будет, но у нас она существует. Более того, в ней обучается достаточно большое количество абитуриентов. И могу отметить, что речь идет о том, что в следующем году в магистратуре будет обучаться еще большее количество наших студентов. Ну и то, о чем вы уже сказали, видимо, значительная часть дополнительных этих мест будет дана по технические специальности. Я полагаю, да, безусловно. И здесь еще один момент я бы хотел отметить, что касается магистратуры в целом, то это второй, более высокий уровень образования, и его могут получать студенты, независимо от того, каким было их первое высшее образование. В этом плане существует понятие академической мобильности. Студенты, которые обучались в одном вузе, могут учиться в магистратуре в другом вузе. Ну, я знаю, мой сын также учился у вас, потом ушел в магистратуру в другой вуз. Ну, вот видите. Такой вопрос. В следующем году школьники и выпускники будут писать сочинение по предложению некоторых разработчиков, которое станет своеобразным допуском к сдаче ЕГЭ. Это поможет раскрыть, показать потенциал абитуриента, считают разработчики. Поможет ли, на ваш взгляд, это? Вы знаете, мы ведь совсем недавно, несколько лет тому назад, все в общевразовательной школе выполняли этот вид испытаний. Могу сказать, что для гуманитариев это совершенно необходимо. Это возможность раскрыть себя. Для тех, кто имеет технический склад ума, не могу сказать, что это вызовет восторг у этой части. Но решение принято, оно будет осуществляться, и, вне всякого сомнения, оно, скажем так, для определенной части абитуриентов сослужит добрую службу. Спасибо вам огромное за то, что пришли сегодня. Хороших вам студентов. Спасибо большое. Это была программа «Факты мнений». Я Наталья Левожинская. Увидимся очень скоро. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok